Добрый день! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Тема сегодняшнего ролика путешествия по Америке и отели. У меня объединительная просьба, если кто-то меня смотрит из города Елец, пожалуйста, буду очень признателен, если этот ролик вы сможете показать администрации гостиницы Интурист. Я имею неосторожность останавливаться три года назад в этой гостинице и специально хочу снять сравнение между обычным дешевым американским отелем Супер 6, это сетевой отель, он распространен практически по всей территории США, и гостиницы Интурист в городе Елец. Вот тот отель, в котором мы остановились, это маленький небольшой городок Блю Спринтс, он находится где-то в 30 километрах от Канзас-Сити. Сам городок гораздо меньше Ельца, но в нем располагается два отеля, вот такой подешевле Супер 6 и еще есть Супер 8. Ну и, соответственно, все-все-все, что необходимо для путешественника. Значит, вот такой вот номер. Мы выбрали самый-самый дешевый, чтобы было понятно. Делал такие кровати, Wi-Fi обязательно, телевизор, вот так вот. Вот. Не плоский, но работает. Вешалочки, кондиционер, вот. Санузел вот такой вот-вот. Вот. Такая вот душевая кабинка. Были предложены полотенчиком, мыло, то есть все-все-все здесь находилось. Вот. Вот такой номер на одного человека стоит 37 долларов. Если вы останавливаетесь вдвоем, то с учетом всех такс, налогов и сборов, вы отдадите порядка 47 долларов. Это за двоих взрослых людей, ну и плюс еще ребенок бесплатно. Для справки, что мне было предложено в гостинице Интурист в городе Елец. В номер входили тараканы. Господа из администрации, в гостинице Интурист тараканы не обязательны. Телевизор – да, холодильник – да, туалет – да. А вот тараканы не входят в обязательный инвентарь номера. Значит, в номере была раковина, туалет отсутствовал, необходимо было по этажу пройти, соответственно, в туалет. Дальше. Чтобы помыться, необходимо было спуститься на первый этаж. Это я все рассказываю про город Елец, гостинице Интурист. То есть нужно было спуститься на первый этаж, у администрации взять ключики, подняться на этаж чуть ниже, чем остановились мы. Опять же, лифт ходил крайне очень плохо, надо было очень долго его ждать. Открыть ключиком вот этот помывочный, да, еще заплатить нужно было за этот душ, помыться. Потом нужно было с мокрой головой спуститься вниз, отдать ключи от брата администрации и уже оказаться в своем номере. Ну и, соответственно, по ценам. Если здесь мы отдали 47 долларов на двоих, там ценник был, ну, где-то, наверное, процентов на 40, вот за тот номер, который был предложен, дороже. Ну и, соответственно, никакого кондиционера в номере не было. Вот дизайн был а-ля 1982 год. При Брежне, как его построили, этот отель, видимо, для тех случайных интуристов, которые занесет в город Елец. Так вот этот отель и функционировал. Мы сегодня еще задержимся в городе Канзас. Мы специально решили не возвращаться в Омуху, поэтому мы снимем еще несколько интересных видео. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием событий. Удачи!